Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это ты хотел Феррари, мне хорошо и в Фольксвагене Да, тебе подошел бы велосипед Если ты не прибавишь газу, это сделаю я Убери ногу! Это не смешно, мы сейчас врежемся Я не могу находиться рядом с тобой, когда ты такой У тебя нет выбора, Фрэнк Если только ты не согласишься сходить к доктору, которого я нашел Это исключено У скольких докторов мы уже... Хватит! Стоп! Ну ладно Эдди! Ты что, не знаешь, что ни один доктор не решит наши проблемы? Проблемы, Фрэнк? У нас всего одна проблема И надо признаться, что это... Красота Послушай, Эдди Ты был бы гораздо счастливее, если бы смирился с тем, что мы такие, какие есть Смириться с тем, что мы уродцы? Никогда Уродец здесь, только ты Если тебе нравится так думать Фрэнк, пожалуйста Оставь свою психологическую ерунду Когда твоя задница соединена с задницей кого-то другого, ты урод По мотивам комиксов Уильяма Гейнса Барт Дендер, принеси мне виски Эдди, не забывай, что когда ты пьёшь, я тоже пьянею Точно! Тогда двойной виски Чёрт возьми, что происходит? Ты знаешь, что? Ты смотришь на меня Вот уж не думала, что кто-то ещё, кроме меня, читает книжки в баре Я читаю Андреа Марло, «Надежда человека» А я читаю судьбу человека Не правда ли забавно? Мари Хилтон Фрэнк Дорен Вы только посмотрите Знаешь, я думаю, что за этим образом серой мышки скрывается женщина-вамп Который так рвётся наружу Эдди, хватит Мы так мило общались Ты, как всегда, в своём репертуаре, братик Этот парень твой брат? Да У Эдди своеобразная манера поведения Очень необычный молодой человек Знаешь, Мари У тебя знакомое лицо Похоже, что мы где-то встречались Может быть, на симфоническом концерте? Они мне очень нравятся А ты ходил в прошлое воскресенье? Нет, мне не удалось уговорить брата Из-за этого пришлось идти с ним в бар За три похода в бар, один на концерт А вам с братом обязательно всё делайте вместе? Понимаешь, Мэй Сэдди Франк, пошли танцевать Эдди, подожди Я как раз скажу, что на танцплощадке пошли Тебе может... Я люблю танцевать О, Боже Вы соединены? Это так заметно? Мари, я как раз собирался сказать тебе Мы с Эдди Сиамские близнецы Вы сиамские близнецы? Какая гадость Ну что, танцевала когда-нибудь с четырёхногим парнем? Простите, уже слишком поздно Мне завтра очень рано вставать Ты всё ещё считаешь, что ты не урод, Фрэнк? Невероятно Просто удивительно Не так часто встретишь разновидность Пака-Паги Что означает соединение на уровне таза Мы знаем, как именно мы связаны Вопрос в том, можно ли нас отделить друг от друга У каждого из вас полный набор органов В этом смысле вам повезло Очень Мы такие везучие Правда, у вас одна кровеносная система на двоих И эту сложную и запутанную паутину вены и артерий Надо будет полностью изменить А осложнение? Но тут нет ничего нереального Благодаря лазерной медицине и микрохирургии Есть шанс Шанс? А каковы наши шансы? 50 на 50 Мы согласны Хорошо Подожди минуту, Эдди Есть вероятность, что мы не выживем Нет, 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 Фрэнк Есть вероятность на 50% Что мы выжили А я думаю, вы с братом уже все обсудили Конечно, мы все решили Что ж Тогда вы должны подписать договор Подпиши Фрэнк, это единственный выход Я не знаю, Эдди Мне нужно немного подумать Начнем готовиться к операции, как только вы подпишите Что думаешь об операции? Давай ты не будешь пить снотворное Я собирался немного почитать Твоя вечная проблема Я хочу одного, а ты другого Знаешь, для большинства людей поход в туалет не предполагает обязательную синхронность Ты прав Ты только подумай, Фрэнк Если мы сделаем операцию, тебе больше не придется ходить на бейсбол Ездить в Лас-Вегас Или на это отвратительное шоу Ты можешь спать в отдельной кровати И смогу ворочаться А это кулинарная школа в Париже, которой ты хотел учиться Кордон Руш Кордон Бле Бле, Руш, неважно, главное, что ты сможешь поехать Я научусь готовить семгу под винным соусом Фрэнк, ты можешь делать все, что угодно Как только мы станем свободными Все, что тебе нужно, это поставить подпись Подпиши Это слишком рискованно Слушай, либо ты подпишешь, либо я сделаю нам операцию прямо здесь Подписывай Иди, я боюсь Чего? Нас разъединят навсегда Возможно, именно этого я и боюсь Может, я боюсь, что как только нас разъединят Мне станет Одиноко Ах, одиноко Ты чертов трус Да Привет, Фрэнк Это Мари из бара, помнишь меня? Конечно, я помню, Мари Я хотела извиниться за свое поведение в тот вечер И если ты готов дать мне еще один шанс, то я бы хотела встретиться Мари хочет увидеться Спроси, у нее все в порядке с головой? Что, прости? Мой брат спрашивает, не хочешь ли ты прийти к нам в гости? Эдди? Да Что ты делаешь в пятницу? Кажется, я делаю все то же, что и ты, Фрэнк Какие-то проблемы? Проблемы? Да, у меня есть одна Ты не мылся неделю От тебя воняет Знаешь, мне все равно, побреешься ты или нет Но, пожалуйста, помойся перед выходом Давай договоримся, Фрэнк Я помоюсь, если ты подпишешь Подготовься Ты, я и Мари Идем сегодня на концерт Хорошо, Фрэнк Будет тебе концерт Привет, булочка Что-то мне подсказывает, что за этим ужасным нарядом скрывается настоящая женщина-ва За шеф-повара Спасибо Фрэнк, я никак не могу поверить, что все это ты сам приготовил Даже шоколадное суфле Ну, суфле готовить довольно легко, Мари Тут самое главное, отделить белок от желтка Это очень вкусно, правда? Еще? Нет, спасибо Я больше не могу Ну, если совсем немножко Эй Мне еще капельку Положить тебе? Нет, мне еще немножко портвейна Итак На чем мы остановились? На белках Ну да, белки С тобой все в порядке? Извини, просто когда Эдди напивается, я тоже пьянею Мой мальчик Жануда впервые общается с красивой женщиной И от смущения ведет себя немного глупо Эдди, общество твоего брата исключительно приятно Правда? Приятнее, чем веселящий газ и 30-сантиметровый вибратор Что-то верится с трудом Прости, Эдди, он бывает плохим мальчиком Ладно, уже действительно поздно, мне пора Я провожу тебя Мы оба тебя проводим Спасибо, Фрэнк Это был потрясающий вечер Я бы предложил Я бы предложил отвезти тебя домой Но я не в состоянии Конечно, все нормально Надеюсь, ты понимаешь Спокойной ночи Спокойной ночи, Мари Я знаю, ты пытался все испортить, но у тебя не получилось Я счастлив, счастлив И знаешь, почему? Потому что я влюблен Да-да, я знаю Ты влюбился, а я допустил Знаешь, Мари Последние несколько недель Были самыми счастливыми в моей жизни Фрэнк Ты знаешь, что я чувствую то же самое, что и ты Сделай то же самое, что делаю я в таких ситуациях Просто представь, что здесь только мы Не знаю, получится ли у меня, Фрэнк Наверное, я должен встать на колени для этого, но... Ты согласна? Ты... Ты... Выйдешь... За меня замуж Фрэнк, извини, но... Мари Мари Я пойду, посмотрю, что с ней Оставайся здесь Ты тоже Я серьезно, Эдди, не усложняй мне жизнь Я бы с удовольствием, Фрэнк Но ты же боишься остаться в одиночестве Детка Эдди сказал, ты проделала хорошую работу Довела его брата в точности до нужного состояния Черт, нет Я смотрю, ты перестаралась Помоги ему разрешить проблему Надо помочь, правильно Сделай все, как надо Эдди сказал, что если ты сегодня убедишь его брата подписать все Подружка, нам больше не придется работать с проститутками Ну что ж, покончим с этим Хорошо Фрэнк, нам надо поговорить Послушай, я понимаю, ты расстроена, но Так будет не все время Я тебе обещаю Фрэнк, я хочу тебе верить Но какое будущее нас ждет? Он же будет всегда между нами Дай нам еще один шанс Я люблю тебя Я тоже тебя люблю, Фрэнк, но... Мари, пожалуйста, только дай мне еще один шанс Так больше не может продолжаться, Фрэнк Похоже, ты не можешь что-нибудь изменить Мы не можем быть вместе Прости, я не знаю, что еще сказать, Фрэнк Прощай Пока Мари 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 Дай мне ключ Куда же я положил ключ? Мари, подожди Дай мне этот чертов ключ, Эдди Ключик, вот он, Фрэнк Ну же Мари Вставай Нет Ты, сукин сын Ты лишил меня шанса быть счастливым Ты дерешься, Фрэнк? Как неинтеллигентно Ты противен мне Хорошо Я ненавижу тебя Ах, теперь ты разговариваешь Я не могу больше так жить И что ты собираешься делать? Я собираюсь Что ты хочешь? Я хочу Чего, Фрэнк? Я подпишу договор, который дал доктор Шнелькрауд Что ж, давно пора Давно Вот он Фрэнк Мари Мари, ты вернулась Не подписывай этот договор Да заткнись ты, Мари Откуда ты знаешь про договор? Это все было спланировано Эдди нанял меня, чтобы я тебя убедила сделать операцию Предупреждаю тебя, Мари Так я тебе на самом деле не нравился? Сначала я просто выполняла свою работу Но я влюбилась в тебя, Фрэнк Правда? Да, я не знаю, сможешь ли ты меня простить Но если предложение все еще в силе... В силе? Фрэнк Все в силе Я выйду за тебя, Фрэнк За такого, какой ты есть Я не хочу, чтобы ты делал операцию Это слишком опасно Мы будем жить втроем в своем доме Что ты думаешь по поводу детей? Теперь я никогда не избавлюсь от него Дорогая Почему ты застыла? Я слишком тороплю тебя О, Господи! О, Господи! Что ты наделал? Зато теперь она точно будет держать язык за зубами Я вызову скорую полицию Давай, Фрэнк Кажется, у тебя руки заняты Это 911? Это Эдвард Дорен Я только что убил невесту своего брата топором Говорю же, мое имя Дорен Я убил топором Я подожду Ты за это заплатишь, Эдди Ты всегда был романтиком, Фрэнк Если меня приговорят к газовой камере Они не смогут применить наказание Подумай об этом, Фрэнк Убив меня, они убьют и тебя Это будет необычный случай в их практике Она точно умерла? Ты монстр, Эдди Да, но я часть тебя, мой дорогой Фрэнки Навсегда Хорошо Ждем вас Это еще что? Я никуда не собираюсь Что ты делаешь? Фрэнк Фрэнк, что ты делаешь? Я хочу немного перекусить Но это же слишком много Разве? Я в этом не разбираюсь Ладно, Фрэнк Не надо с этим шутить Не смешивай водку С этими таблетками А я думал Ты любишь жизнь в полной опасности, Эдди Еще с детства мне приходилось смириться С твоей ролью плохого мальчика Я все время извинялся за тебя Убирал за тобой И всегда прощал тебя Так что быть постоянно хорошим Это большая ответственность Огромная Фрэнк Ты же так убьешь нас Я не могу быть одним целым с убийцей Я не могу быть одним целым с убийством Моя голова Где я? В больнице, Эдди Ну да, неудивительно Ты пытался убить нас обоих А в результате Жуткое похмелье Дорогая Принеси мне кровавую Мэри Лучше двойную Что ж, мистер Дорэн Кажется, вы уже готовы К приему посетителей Эдварда Дорэн Вы арестованы за убийство Мари Хилтон Мари Хилтон? Дайте подумать Ах да, все правильно Я и правда ее убил Вы имеете право хранить молчание Все, что вы скажете Может быть использовано против вас в суде У вас есть право на адвоката Кажется, детектив не выполнил домашнее задание Я хочу сказать, есть одна загвоздка Ведь мы сиамские близнецы Уже нет, Эдди Мы свободны Или по крайней мере Свободен я Что? Эй, ты там! Я забыл тебя предупредить Я подписал договор доктора Шнелькраута Он прекрасно справился со своей работой Не правда ли? Господи, нет Нет Не позволяй ему увести меня от тебя Фрэнк Они посадят меня в гардовую камеру Что с тобой происходит? Ты же ведешь себя как настоящий трос Я не хочу в газовую камеру Да ты не переживай Я буду жить за двоих, мой дорогой Знаешь Я думаю, что за этой белоснежной формой Скрывается настоящая женщина вам Которая так рвется наружу Я прав Ну что ж, дорогие мои слушатели Как вам конец моей сказочке? Фрэнк выбрал очень подходящее время Чтобы порвать все отношения со своим братом Бедному Эдди нелегко будет пережить Такой разрыв Персоналити Ха-ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Wan В ролях Тимати Стэк, Джонатан Старк, Джессика Харпер, Рон Орберг и Валерий Бигфорд Композитор Мишель Рубини Оператор Марк Ирвин Продюсер Уильям Тейтлер Автор сценария Джеффри Прайс и Питер Симен Режиссер Питер Симен На русский язык фильм озвучен кинокомпании Селена Интернешнл по заказу ТВ-3 Субтитры создавал DimaTorzok